Всем доброе утро! С вами Олег Рожков. Впереди 14 февраля. Это день подарков, признаний в любви и романтических свиданий. Сегодня мы вам покажем, что можно приготовить на ужин для своего любимого человека. А в этом мне поможет шеф-повар Роман Ботов. Знакомьтесь. Всем привет! Меня зовут Роман Ботов. Я работаю шеф-поваром. В своей профессии я с 2003 года. Знаю более сотни рецептов горячих блюд, как из мяса, так и из рыбы. И сегодня мы приготовим одну из них на романтический ужин. Ром, расскажи, что мы сегодня с тобой такого романтического для свидания будем готовить? Сегодня мы сделаем с тобой куриную грудку. Усилим ее немного сыром моцареллы и соусом песто. На гарнир подадим жареные на гриле овощи. То есть у нас такое красивое и даже полезное блюдо? Да, полезное. Потому что здесь и курочка, и овощи. Курочка, и овощи. То есть мы не будем себя на ужин перегружать очень сильно. Ну, курица такая настолько нейтральная, что ее, в принципе, едят как и мужчины, так и девушки. То есть фигуру мы не попортим этим блюдом, да, прекрасной половине человечества? Абсолютно. Да, даже мужской, мне кажется, тоже не попортим. Абсолютно, да, я с тобой согласен. Сколько по времени готовится это блюдо и насколько оно сложно? Потому что, как я понимаю, как такового названия у него нет. Это наш с тобой эксперимент такой получается. Чисто эксперимент. Я думаю, мы на него потратим с тобой около 20 минут. Да, то есть что, отварить грудку? Нет, мы ее будем жарить. Мы ее будем жарить, да. Да, мы ее будем жарить. И, как я повторюсь, мы ее немного усилим для мужчины с сыром моцарелла и соусом песто. Окей, что, тогда давай начнем. Я буду тебе помогать. Да, давай, ты занимаешься овощами, я подготавливаю куриную грудку. Договорились. Мы подготовили куриную грудку. У нее получился такой аккуратный вид. Мы ее сейчас замаринуем с тобой в специи хмель-сунели, посолим, поперчим и обжарим на сковородочке. Ром, расскажи, а что вообще на свиданиях парочки себе в ресторане, вот ваше, например, заказывают? Какие популярные есть были? Может, топ какой-то? Да, мы проводили уже большое количество таких ужинов. В основном делаем сеты, это включает в себя легкую закуску, ну, либо салатик, либо какую-то брускетку небольшую, вот, и основное горячее блюдо. Ну, почему выбрали курицу с овощами? Вроде подразумевается ужин, да, вечернее время, чтобы не перегружать себя, ну, и как бы, чтобы осталось место выпить какого-нибудь легкого вина. У нас будут овощи-гриль, Роман их уже замариновал. Сколько мы их будем с тобой обжаривать? Мы их, где-то, обжарим приблизительно по полторы-две минуты с каждой стороны на раскаленной гриль-сковороде до появления характерного рисунка. Вот, если потребуется, на минуту доведем их в жарочном шкафу. Смотри, а масло мы и сюда льем, это же не просто масло. Мы с тобой замариновали в своем соусе розмарине и добавили немного растительного масла. На сковороду мы уже масла добавлять не будем. А, все, не будем, да, потому что я подумал, что как раз-таки у нас как-то многовато получается. Нет, 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 нет. Все, тогда точно можете быть спокойны за свою фигуру. Роман, у нас с тобой какая-то особая технология приготовления курицы. Давай немного расскажем нашим зрителям, как ее правильно сделать. Да, мы обжарили нашу грудку с двух сторон примерно по 1-2 минуты до колера и доведем ее в жарочном шкафу, ну, в течение 5-6 минут, чтобы не пересушить. И за 2 минуты до готовности, вот ты нарезал сыр, мы накроем куриное филе с сыром моцарелла и поймем нашим соусом песто. Единственный у меня вопрос, что такое колер? Колер? Красивая корочка. А, все, потому что вот, ну, вдруг кто не знает, потому что я первый раз такое слышу. Так что курочка уже готова. Да, курица готова. Очень пахнет аппетитно. Овощи готовы. Будем сервировать. Да, нам осталось только засервировать, потом рецепт от Романа, как все это приготовить со всеми громовками, да, и правильными пропорциями. Ну, и потом, моя любимая часть, дегустация. Для приготовления нашей романтической курицы нам потребовалось одно куриное филе, 50 грамм моцареллы, 20 грамм соуса песто, можно сделать самим, можно купить готово в магазине. Овощи, значит, 50 грамм баклажана, 40 грамм кабачка, 30 грамм болгарского перца и один крупный шампиньон. Украшаем зеленью на ваш вкус. Ох, отведал я нашей романтической курицы, и могу сказать, что она и по виду, и по вкусу, и по сути, как говорили в одном видео, очень вкусная. Но действительно, здесь и придраться не к чему. Мне очень нравится работать с такими профессионалами, как Роман, ну, потому что всегда получается все идеально. Еще про базилик отдельно хотел добавить. Опять же, на мой вкус, он идеально сочетается с курицей, соусом песто и сыром моцарелла. Они прям подчеркивают друг друга, поэтому, если будете готовить, обязательно не забудьте добавить базилик. Поэтому, на мой взгляд, если вы хотите удивить свою вторую половину 14 февраля и порадовать ее вкусным ужином, то вот это блюдо, романтическая курица, как нельзя кстати вам подойдет. Ну, а с вами был Олег Рожков. Всего доброго!